коллеги здравствуйте сегодня в рамках видео уроков по fusion 360 мы рассмотрим наиболее часто задаваемые две темы это создание шестерен и создание резьб с упором на 3d печать у автодеск есть свой магазин приложений appstore у него здесь можно покопаться посмотреть какие скрипты предлагаются есть платные бесплатные выбираем что нам нужно для fusion 360 вот и нам нужны шестерни вот набор плагинов скриптов для под разные операционной системы для создания разных шестеренок устанавливается все элементарно выбираем шестерню нажимаем на загрузить загружается этот файл и его запускаем в принципе тут еще много разных интересных приложений но сейчас сегодня будем рассматривать шестерни так так наши шестерни после установки они появляются либо в крейт либо скетч либо еще где-то зависимости от того как разработчик приложения захотел разместить свое свой плагин давайте создадим простенькую шестерню выбираем плагин запускается вот такое диалоговое окно в принципе здесь практически все настройки которые нужны для создания шестерни есть про еще angle угол давления количество зубьев модуль либо модулем мы можем регулировать для либо американцев может быть не только американцев диаметр pitch тоже они через него регулируют параметр шестерни толщина шестерни зазор уже разработчик побеспокоился о 3d печатниках сделал клиренс вот он показан диаметр центральной диаметр центрального отверстия да ну давайте вот например 16 зубьев до измеряем диаметр outside диаметр 20 миллиметров и чтобы не вычислять модуль можно мы можем здесь просто подобрать его модуль 1 это 18 миллиметров outside outside диаметр это вот диаметр от зуба до диаметрально противоположного зуба то я будет outside диаметр вот подбираем модуль один мало 1 и 2 там много естественно будет 1 и 12 наверно да вот эти outside диаметр 20 и 16 сотых если 11 на оставите подобрали модуль естественно такой модуль на 6 6 не обычно не используется 1 сто пятнадцать тысячных но мы подбираем исходя из из ту шестерень который у нас есть нас 20 миллиметров 6 диаметр количество зубьев 16 если мы увеличим количество зубьев то по формуле модуля естественно здесь все у нас поменяется диаметр увеличился значит здесь нужно нам уменьшать 0.94 то есть при 20 зубях модуль должен быть 091 чтобы аутсайд диаметр был 20 данный параметр проще нгл я его подбираю обычно эмпирически если распечатываю 6 с одним параметром угла давления если она не катается вокруг заданной значит угол давления неправильный сейчас я вот вам покажу для 25 мы сейчас создадим вот мы нажали ok происходит действие вот мы создали шестерню с нужными нам параметрами вот в принципе шестерня создалась и уже можно отправить на печать то есть не особых работ особого трудоемкости рисования профиля зуба нет уже сама библиотека сама все прорисовала а давайте теперь создадим косозубую шестерню helical джер вот здесь настроек поменьше но я обычно модуль использую сначала подбираю его в этой программе с помощью вот этого калькулятора модуль подбираем под аутсайд диаметр и количество зубьев когда я подбер подобрал я уже знаю модуль 091 дамы говорили cars и уже здесь вставляю этот модуль 091 проще angle опять же подбирается helix angle это у нас угол наклона тут это даже подставки есть на вот подсказка вот угол на кроме наклона самой самого зуба 6 давайте сделаем оставим 30 модуль 091 количество зубьев 20 можем выбрать подсказка радиальная или нормальная система на идет просчет этот плагин сразу вводит свои расчеты в компоненту берем вот такой вот у нас получился наклонная шестеря такая получилась вот увидите здесь угол на угол проще н к 20 здесь у нас 25 в чем разница 25 20 вот это то что касается шестерен теперь давайте приступим к моделированию моделированию резьб тоже весьма интересно и не очень сложно создадим небольшой цилиндр 20 миллиметров 20 миллиметров высоту это будет основа нашей шестерни это будет основа нашей резьбы выделяем поверхность создать создать резьбу появляется диалоговое окно сайт автоматически пространство 20 миллиметров м20 на два с половиной можно менять здесь на полтора например чаще будет резьба но я предпочитаю для этой печати два с половиной используют вот принципе это все создание резьбы на самом деле осталось только поставить галочку чтобы резьба была вырезана резьба вот вырезалась то же самое можно сделать и для гайки 5 создаем гайку 20 миллиметров вот создали это гаечку на выделяем внутреннюю поверхность говорим создать резьбу опять все проставилась все то же самое галочку моделит окей включаем вот у нас получилось резьба резьбовая пара но если мы сейчас делаем анализ то мы увидим что зазор данный он слишком маленький для для того чтобы печатать не станция 02 миллиметра 0 25 миллиметров я предпочитаю увеличивать если особенно печать будет из каких-нибудь пластиков типа абс а бывает иногда нужно из-за бс на печатать резьбу тогда выделяем две плоскости модифе пресс-пул минус 0 1 есть так не прокатит с пресс-пулом минус 0 1 есть и выделяем вот эту грань опять киев минус 0 2 вот теперь зазор 0 34 уже можно печатать в принципе это и по резьбовой паре и все если вам нужна стандартная резьба потому что вот здесь очень много стандартов вы можете выбрать любой стандарт и резьба будет создана опять пресс-пулом подогнать под нужные зазоры и все у вас будет хорошо но что делать если резьба нужна нестандартная резьба нестандартная резьба опять создаем цилиндр 20 миллиметров 20 миллиметров и давайте воспользуемся инструментом кайл катушка выбираем section triangular выбираем position outside мы теперь касаемся только кончиком наши наши заготовки на которые нужно нарезать резьбу и new body ok то есть получилось вот такой вот упираем внутренний body а эта катушка нам нужно только для двух вещей вот для этих двух направляющих которые мы делаем include 3d geometry вот сюда вот это и вот это стоп скетч катушка больше не нужно теперь теперь нам нужно сделать профиль нашей резьбы нестандартной так выбираем плоскость на которой лежат эти две точки и рисуем наш профиль например 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 будет у нас какой-нибудь вот такой профиль на 3 миллиметра 180 градусов все профиль готов стоп скетч теперь от профиля нужно вырезать внутренний нашего тела выбираем профиль выбираем инструмент свип тип под плюс white rail то есть путь выбираем путь вот это наш путь направляющая вот это ждем посчиталось кат new body лучше пока new body так 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 окей вот такой вот наш с получился профиль нашей резьбы теперь нам нужно его вычесть из нашей заготовка вычесть профиль резьбы кат маска галочка кипту нам еще понадобится вот получилось вот такая вот у нас резьба теперь нам нужно вторую часть создать до гаечку создаем гаечку c создаем гаечку c операция join окей вот создалась наша такая заготовочка теперь теперь режем тело режем тело еще раз режем тело все наша резьба наша гайка готова включаем секшен анализ по вот этой окей как мы видим зазора вообще нет никакого нам нужен зазор для этого идем примерно сюда выключаем наш внутренний body нам нужно теперь уменьшить профиль данной внутренней резьбы для того чтобы уменьшить профиль мы здесь создаем скетч новый минус 0 2 есть и проводим линию все лишнее в том числе вот этот ненужный мы отрезаем отрезаем и опять той же операции стоп скетч выбрали два профиля инструмент свип включаем где наши направляющие вот они такс path у нас все тот же white rail тот же операция операция кат сама выбралась окей подсчет 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 есть посчиталось дальше мы идем сюда 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 включаем секшен анализ вот в принципе и все создание собственно резьбы можно здесь зазорами поиграться больше меньше зазор но вот два приема которые позволяют создать любую резьбу которую вы захотите но в принципе первого приема стандартного крейт 3 должно быть за глаза потому что реально у него очень много параметров под разные системы ну на этом видео завершаю всем кому было оно полезно ставьте лайки подписывайтесь оставляйте комментарии впереди еще много интересного всем пока пока и 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